Состав участников конференции весьма серьезный. В него вошел заместитель руководителя Межрегионального координационного совета партии в Южном федеральном округе, делегаты от отделений партий, региональные и местные координаторы, председатели общественных советов партийных проектов. Первый заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко рассказал, что Президиум Генерального совета Единой России согласовал количественные составы регионального политического совета, 100 человек и Президиума, куда вошли 15 человек. Партия должна стать более понятной, прозрачной и доступной для людей. Именно для того, чтобы соответствовать общественному запросу, Единая Россия обновляет принципы своей деятельности. Съезд принял решение об изменении в структуре и полномочиях руководящих органам региональных отделений партии. Согласно решению съезда партии, Президиум регионального политического совета теперь будет коллегиальным руководящим органом. И уже через несколько минут Николай Гриценко получил еще одну должность – партийную. Путем тайного голосования он был избран секретарем регионального отделения Единой России, а глава нашего города Юрий Поляков – в состав Краевого полицовета. Работа Анапского отделения руководителя фракции в муниципальном совете Леонида Кочетова была отмечена особо. Елена Некрасова в партии 12 лет. Занимает должность заместителя секретаря Анапского местного отделения Единой России. Под ее руководством на курорте реализуется один из важных проектов, направленный на улучшение качества образования. На конференции руководство высоко оценило ее вклад в общее дело. Однопартийцы вручили благодарность и поздравили Елену Анатольевну с днем рождения. На сегодняшний день, если будете в нашем муниципальном образовании, конечно, первая очередная задача стоит строительство школ и детских садов. Потому что количество детей увеличивается, и с учетом миграции, и рождаемость у нас хорошая. Поэтому мы ставим, прежде всего, задачу обеспечить школами и детскими садами детей. Делегаты рассмотрели порядка 15 вопросов и единогласно утвердили все постановления. Также были подведены итоги 2018 года и рассмотрен план работ на 2019. Мы решали вопросы реализации партийных проектов. Как известно, их 14 федеральных, в том числе и мы также работаем в их реализации. И благодаря именно ответственным координаторам партийных проектов, также председателям Совета общественных партийных проектов, они, так сказать, более благополучно решаются. Работа партии в этом году началась активно. Сейчас единороссы запускают еще один проект «Политический лидер Кубани». Его задача – привлечение в ряды молодых и активных граждан Краснодарского края. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион.